МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это попытка найти контроль над ситуацией или, как говорят ваши коллеги, работа с проблемой через действия, пусть даже неосознанно? Да, в том-то и дело, что это те действия, которыми человек пытается вложить в себя контроль за собственным эмоциональным состоянием. Потому что если вообще ничего не делать и ждать, какие новости придут через СМИ или через Вестник Министерства здравоохранения, то становится вообще непереносимо. Вот в неподвижности ожидания стрессовая нагрузка, она как бы разрастается, она становится над человеком, вокруг него, она окружает его со всех сторон как монстры. И сделать нужно хоть что-нибудь. И идея того, что я сделаю небольшой запас, становится таким якорем. Вот у меня хоть что-то есть, у меня нет знания, у меня нет ясности понимания ситуации, но у меня стоит пару бутылок с подсолнечным маслом или несколько пакетиков с сахаром. И это становится для человека таким спасительным кружочком. Конечно, выплате он не дает, но переключиться человек со своей основной стрессовой нагрузки на какое-то действие уже может. Утренний сториз в Инстаграм подарил достаточно занимательный тезис, цитата. Откуда у меня в друзьях столько вирусологов? Нормальные же ведь политологи были. Вот в связи с этим каждый, конечно, старается дать совет. И все-таки как найти авторитетное мнение в обилии информации? Медицинские специалисты уже определили, какого вида материалы стоит предлагать и стоит самим читать. Во-первых, это должны быть материалы достоверные, освещенные очень достоверными специалистами. Тот же Минздрав. Но если человек говорит, я вирусолог из Рязани или я вирусолог из Чечерска, то здесь нужно очень напрячься. А хочется ведь вау-эффекта, тогда и удивляться не стоит, почему на гречку потянуло. Да, конечно. Если материал начинается с фраз «я не могу молчать, я должен сказать людям правду», здесь точно правды не будет. Я сегодня утром услышала замечательную такую точку зрения человека, который тоже мнил себя, ну пусть не вирусологам, но специалистам по передаче информации. И речь шла о тех миллионах погибших в каких-то там странах мира. Я думаю, что Всемирная организация здравоохранения вздрогнула бы судорожно от этих версий. Сейчас не только много вирусологов, в кавычках. Долгое состояние тревожности. Чем опасно для человека? Два опасных следа. Долгая тревожность – это долгий стресс. Длительный стресс создает травмирующее влияние на психику человека, на его поведение, на его здоровье. И на иммунитет в том числе? На иммунитет в том числе. А второй след – с точностью до наоборот. Это человек станет бесчувственным. Он перестанет бояться, и он станет безалаберным, он станет безответственным. И таким образом он тоже рискует. То есть длительный стресс – это большой риск. Его следует каким-то образом снижать, уменьшать его влияние. Есть люди, которые легко решают стрессовую ситуацию и выходят из нее легче, если они окружают себя упорядоченностью, порядком. Кто-то наводит порядок в прямом смысле слова «дома», с тряпкой, с метелкой, с пылесосом. Кто-то наводит порядок в каких-то скопленных тоже материалах, пересматривает кладовочку, пересматривает свои аудиозаписи, переводит в порядок фотографии. В общем, на самом деле это тоже один из замечательных способов решения борьбы, вопроса борьбы с тревожностью во время вот такой неопределенной глобальной ситуации. От порядка в доме к порядку в голове. Как советуют эксперты успешно, минимально затратно для организма перестроиться самому? И ведь планы перестроить, возможно, многим придется. А вы знаете, на самом деле не все так страшно для наших соотечественников, потому что то, от чего содрогнулась Европа, от привычек жить вне дома, от привычек быстро перемещаться, много впечатляться. В общем-то наши сограждане не так зависимы. И пересмотреть планы на лето или пересмотреть планы на отпуск, это не бог весть какие траты, не бог весть какие потери. Наш образ жизни не так открыт, как в Европе. И приказ сидеть дома не так страшен на самом деле. У каждого человека всегда найдется, чем заняться дома. А ведь действительно, все эпидемии, с которыми сталкивалось человечество, доходили до своего пика и шли на спад. Как психологи советуют потратить вот это время в паузе? Возможно, мы еще недооцениваем ценность этого периода. На тех же полях интернета заходила старая-старая информация о крысах, которые переживали стрессовые нагрузки двумя контрольными группами. Одна группа ничего не имела для переживания стресса, а у других крыс были палочки, которые крысы грызли. Так вот, крысы, которые грызли палочки, хотя это бессмысленное, в общем-то, в принципе, занятие, стрессовые нагрузки переживали очень легко. То есть давайте мы с вами тоже начнем условно грызть палочки. То есть занимать себя ритмичной, полезной, результативной деятельностью, не обязательно с такими набегами на продуктовые и непродуктовые магазины, с теми действиями, которые для нас приятны внутри нашего дома. Опять же таки, это даже общение с детьми, на которых вечно не хватает времени. И еще одна рекомендация психологов – это пересмотреть свой домашний тайм-менеджмент. У каждого из нас есть дела, до которых никак не доходили руки. Вот, наверное, эта пауза, есть время для того, чтобы пододелывать эти дела. И выйти из этого тяжелого периода для всей планеты на Земле с порядком в голове, с порядком в сердце, с порядком в доме. Все проходит, и это пройдет, сказано не нами, но действительно очень уместно и в этой ситуации. Спасибо большое за это интервью, успехов в делах и до встречи в эфире. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин